Здравствуйте, дорогие друзья! Новая недельная глава. ЦАФ. Мы вышли с вами из Шабата. Вообще, вот говорил я Хайм Сойфер, такой великий человек, когда на исходе субботы душа дополнительная, мы все получаем дополнительную душу, которая приходит на Шабат и уходит после Шабата. Когда дополнительная вот эта душа возвращается обратно на небо после Шабата, ей задают два вопроса. Какие особые блюда она подавалась в субботу, и что нового из Торы он услышал в субботу. И поэтому надо знать, что ей неприятно будет в душе сказать, что в одном из этих вопросов ничего не было. Да, действительно, единственный день, когда мы уделяем, так сказать, еде важное внимание, это Шабат. Ну и то же самое Торе. Вообще, знаете, в Торе есть все. Я вам приведу такой пример интересный. На съезде неврологов, проходивших в США, обсуждались причины, которые, знаете, бывают у людей обморохи, которые резко встают с утра с кровати. И специалисты сказали, что это случается из-за резкого перехода от горизонтального положения вертикально. И написали, что требуется организму 12 секунд, чтобы нормальный человеческий организм, сигналы дошли до мозга. А когда человек встает и совершает более быстрый подъем, то, соответственно, в этом и вся проблема. Знаменитый еврейский профессор один там был. Он встал, сказал, смотрите, я полностью хочу подтвердить это и рассказать, что у нас есть древний обычай, возраст которому почти 2000 лет, произносить такую особую благодарственную молитву. Кто знает, что написано в иудаизме, человек, когда встает утром, просыпается, он садится на кровати и говорит знаменитую молитву. Благодарю тебя, владыка живой и вечный, за то, что ты по милости своей возвратил мне мою душу. Велика моя вера в тебя. В этой молитве 12 слов. И произносится она сосредоточенно, медленно, за 12 секунд. Вот так вот в Торе было заложено уже все заранее в весь организм. Сегодня четвертое Ниссана. Как мы уже говорили, первые 12 дней Ниссана, каждый из них мы можем посмотреть, как будет в следующем, в таком соответствующем месяце. Четвертое Ниссана соответствует месяцу, который будет Томуз. Томуз это месяц суда и нужно молиться в этот день обязательно, то есть сегодня, о милосердии, чтобы избавиться от бед. Такая молитва, в такую вставочку надо молитву делать. Аризаль, великий каббалист, говорил, что месяц Томуз на физическом уровне связан с глазами. Поэтому надо работать, меньше видеть плохого в сегодняшний день и стараться смотреть на хорошее. Надо сегодня еще день борьбы такой с завистью, потому что месяц Томуз немножко завистливый, поэтому нужно разрабатывать добрый глаз. Вообще написано, что для большого успеха сегодня хорошо произнести то, что называется Широ Молот, это Тиелим со 120 по 135, после чего попросить Бога о том, чтобы все сложилось хорошо. И мы получим и хороший еще один месяц. Вообще истинные причины происходящего с человеком, почему нам сложно, мы не всегда видим. Если мы видели, вот там сделал что-то, ударило там тебя или наоборот, судьба человека предполагает очень много вещей, они связаны с его предыдущими воплощениями. Вот представьте себе, сегодня утром вы вышли, встретили какого-то человека, случайность это никогда. Вы увидели там подругу, там 10 лет не видели, случайность? Никогда. Заняли кому-то 200 долларов там и так далее. То есть ни одного из случайностей, ничего, этот мир создан для нас. Все ситуации, которые есть, они смоделированы для нас. И нет никаких изменений. Поэтому надо понимать, это мой мир, это мир для меня. И улучшая вот этот мир вокруг себя, я улучшаю ситуацию в общем мире. Все ищут какие-то глобальные как-то там зайти, справа зайти, слева, в одна сторона. Нет, улучшай мир вокруг себя. Вот прямо вокруг себя, не надо рваться куда-то. Вообще вот надо, знаете, действие важно. Лучше с рвением соблюдать заповеди, сказанное у нас, тем без рвения ими пренебрегать. Но в жизни не все так просто. И еще раз говорю, иногда когда нет желания там помолиться, да-да, и сил нету, делать или не делать, каваны нету. Иудаизм однозначно говорит, делай, предпочтение отдается действию. И есть с каванатом, отлично, нет, будет дальше. И все это связано с жертвоприношениями. Потому что, знаете, если бы каждый думал, что у меня нет настроения, не было бы такого жертвоприношения, это молитва. Тот, кто принимает заповеди как указание к действию, понятные они ему или непонятные, ну, тот и есть правильный человек. А тот, кто сортирует заповеди, вот это симпатично, вот это я буду, вот это не буду, это не так. Особенно это касается жертвоприношений, повторяю, поэтому, например, первыми удалили реформисты из молитвенника именно текста жертвоприношения. Вот только историю их удалить не удалось. И надо запомнить, что Мертвое море называется мертвым, потому что туда все впадает и ничего не вытекает. Оно никому ничего не дает. Вот давать это признак жизни. Брахава от слаха.